Сегодня мы таки провели с Алексеем Навальным дебаты. Всем большое спасибо за настойчивость, без ваших активных действий дебатов бы не состоялось. Дискуссия получилась существенно более конструктивной, чем можно было ожидать, и прогноз Екатерины Шульман о том, что оппоненты передерутся, в итоге не сбылся. Хотя вначале Навальный пытался вести себя агрессивно и обвинять меня во лжи, но вроде как к концу прекратил эти попытки. Резюмируя, можно сказать так. Так, позиция Алексея — объяснять людям, что это голосование об обнулении, что оно не имеет никакого отношения к нормальной процедуре выборов, и надо делать все от тебя зависящее, чтобы никаких иллюзий ни у кого в этом отношении не было. Моя позиция — абсолютно ровно все то же самое, но и прямое действие. Проголосовать однозначно нет. Все действия наших оппонентов, в первую очередь сокрытие главной поправки об обнулении сроков, говорят о том, что в себе они совершенно не уверены. Не чувствуют себя победителями. Всегда ведь раньше как было. Избирают губернатора, за него агитирует президент. Висят плакаты, билборды, Путин за губернатора или там в команде президента. Огромный рейтинг Путина мог протянуть на руководящую должность любую табуретку. А сейчас что? Никаких упоминаний Путина. Только котики, память предков и прочая байда. Эту неуверенность оппонентов нам стоит подкрепить и усилить. В чем мы сходимся однозначно? Сам факт назначения голосования в текущей эпидемиологической обстановке – преступление. Возможно, даже это подпадает под определение преступления против человечности. Это так по многим причинам. Первое. Умрет много людей. В первую очередь под риском члена избирательных комиссий. А многие из них пожилые люди. Второе. Все те жертвы, на которые пошла страна за последние три месяца, целые проценты ВВП, все разорившиеся предприятия, все люди, оставшиеся при ипотеке, но без доходов – все это будет просто помножено на ноль. Мы должны будем начинать с самого начала. И более того, продление карантинных мер, которому, очевидно, приведет эта процедура, разорит еще тысячи компаний, еще сотни тысяч семей. Третье. Сам факт назначения голосования – вся степень нервозности, явный посыл провести его любой ценой, во что бы то ни стало, подталкивает административную вертикаль к фальсификации статистики заражений. А такая фальсификация и без того скверную ситуацию может превратить вообще в катастрофическую, так как без понятных данных еще сложнее бороться с проблемой. Причем все эти жертвы напрасны. В голосовании нет никакой необходимости. В поправках этих нет ничего срочного. Даже главная поправка об обнулении сроков важна станет лишь через четыре года. Спешить абсолютно некуда. Можно было бы спокойно подождать полгода или год и жить это время по прошлой Конституции. Принятие новых поправок прямо сейчас не влияет вообще ни на что. Это делается только из-за того, что власть боится падения рейтинга дальнейшего. Это совершенно катастрофическая история. И тут мы с Алексеем полностью согласны. Если бы мы имели влияние на ситуацию, конечно же мы бы не позволили назначить сейчас этот плебисцит. Но мы такого влияния не имеем. Плебисцит назначил Путин. И он состоится. Аргументация Алексея по большому счету совершенно справедлива. Процедура всенародного голосования не имеет никакого отношения к выборам. Организаторы написали такие правила и задали такие ограничения для любого наблюдения, что не могут проиграть. Не прав он в деталях. Во-первых, он сказал, что по социологии 60% избирателей поправки поддерживают. Понятно, откуда берется это искажение. Опять же, как мы всегда предполагаем, добросовестное заблуждение. Алексей, очевидно, из 100% просто вычел те 32-34%, которые собираются голосовать против и получил, типа, все остальные за. Но реальность иная. Опросы Левады от 2 июня выглядят так. 44% собираются прийти и проголосовать да, 32% проголосовать нет. Остальные затруднились с ответом. 34% из всех опрошенных вообще не собираются в голосовании участвовать. Зазор на протестное голосование большой. Поддержка поправок даже в их текущем виде, даже всего на свете хорошего, вот кроме Путина, то есть детей там, ветеранов и прочего, не имеет 50% поддержки даже от тех, кто согласился разговаривать с социологами и собирается прийти. 10-15% протестного электората, о которых почему-то постоянно напоминал ведущий, не очень бьются с реальностью. 32% каждый третий из опрошенных прямо собирается голосовать против. Причем это в условиях недружной пропаганды вокруг. Люди прямо дают социально неодобряемый ответ. И мы даже не обсуждаем все ограничения социологии в России, не говорим об эффекте спирали молчания, о крайне низкой доле тех, кто вообще соглашается разговаривать. Например, все три социологические службы Левада, ФЦИОМ и ФОМ на выборах мэра Москвы в 2013 году в куда более вегетарианские времена промахнулись с итоговым результатом и Навального, и Собянина на двузначный процент. 10 и более. Люди намного охотнее голосуют против власти, чем признаются в этом социологам. Так что социология сейчас вполне неплохо выглядит, даже официальная. Вот другое дело, главный вопрос в том, что те, кто против, не хотят идти голосовать, а те, кто за, хотят или их заставляют. Это проблема. Второй аргумент Алексея против участия – нулевая цена голоса. Можно согласиться, процедура такова, что цена голоса почти нулевая. Но почти нулевая и нулевая – это не одно и то же. Тут есть интересный феномен, которого как слона в комнате никто почему-то не видит. Цена голоса почти нулевая из-за откровенной издевательской процедуры. Но откровенную издевательскую процедуру придумали не от хорошей жизни. Когда ты совершенно убежден в широкой народной поддержке, ты делаешь как пиночет. Идешь на полноценный референдум с явно сформулированным вопросом и равными возможностями агитации. Потому что чем более прозрачна процедура, чем более явно вопрос поставлен, тем выше эффект, выше приток легитимности. Ты выиграл на открытом референдуме право на пожизненное царство с наблюдателями и все как положено. Серьезное событие. А вот это вот правовое шапито могло родиться только из явных опасений в иных условиях получить результат обратно ожидаемому. То есть сама по себе ничтоженная цена голоса изумительным образом делает ваш голос очень ценным. Организаторы всерьез ожидают обнаружить много «нет» в урнах. Тут прервемся на рекламу. Да, в таком политическом ролике есть реклама. Это хороший знак, что рекламодатели не боятся и даже наоборот хотят вставать в такие ролики. Скоро продолжим. К вопросу о поправках. Кремлевские политтехнологи даже не додумались добавить в новую конституцию или в какой-нибудь федеральный закон или хотя бы в свои планы отмену обязательного призыва. Хотя это огромная проблема. Во многих развитых странах давно уже отменен призыв, а армия в основном контрактная. У нас же даже во время пандемии призыв не отложили. Так вот, за последние дни многие противники голосования аргументировали свой непоход так. Как я пойду на участок голосовать, если мне могут там вручить повестку в армию, как на митингах, или вообще увезти прямо с участка в военкомат? Как раз к этому случаю юристы компании «Призыва нет» сделали специальный гайд, посвященный тому, как проголосовать и не загреметь в армию. Переходите по ссылке в описании и в первом комментарии. Пишите «нет» в личку сообщества «Призыва нет» и в ответном сообщении вам придет инструкция с разъяснением всех нюансов. К слову о рекламодателе. Компания «Призыва нет» почти 11 лет помогает призывникам вершить свою судьбу самостоятельно. Благодаря их помощи более 45 тысяч призывников получили военные билеты. Так что, если армия не входит в ваши планы на ближайший год, проконсультируйтесь со специалистами «Призыва нет» о том, как на законных основаниях избежать службы. Начать можно с прочтения гайда по ссылке в описании и в первом комментарии. Продолжим. Не очень понятно, почему Алексей спорил со мной по вопросу наблюдения. Я не пытаюсь утверждать, что независимое наблюдение в рамках такой процедуры реалистично. С другой стороны, нужно сделать все возможное и зависящее от нас, в том числе публичным давлением, чтобы оно состоялось. Пусть не везде, но максимально возможным в числе регионов. Конечно, это должны делать те люди, которые готовы к соответствующим рискам. Потому что вероятность заразиться коронавирусом при нахождении на участке все время, конечно, она немаленькая. Делать все возможное, чтобы какие-то приличия где-то появились и утверждать, что они есть сейчас, это две разных позиции. Алексей спорил со второй, который я совершенно не придерживаюсь. Я не думаю, что сейчас все хорошо с наблюдением ни в коем случае. Важная история, которую я не успел осветить на дебатах. Алексей несколько раз утверждал, что поправки фактически уже приняты и от исхода голосования ничего не зависит. На самом деле это не так и юридически, и главное политически. В законе о поправке в Конституцию четко написано, что поправки эти вступают в силу лишь после одобрения большинством от принявших участие в голосовании. Этот закон принят и действует. Существует аргумент, что этот пункт закона нарушает Конституцию. И поэтому в случае проигрыша на плебисците Путин сможет обратиться в Конституционный суд и потребовать признать поправки действующими, даже несмотря на поражение в голосовании. В теории, наверное, такое возможно. Но это будет масштабное унижение и потеря какого-либо уважения даже в самых лояльных аудиториях. Ситуация однозначна, и она прописана в законе. Поправки о пожизненном президентстве вступят в силу только после того, как большинство от пришедших голосовать скажет «да». Такова реальность. Возможно, она не соответствует теоретической и юридической дискуссии о том, что Конституция – это просокон прямого действия. Но реальность сейчас такова. И да, во всех Конституциях книжных магазинах прямо на обложке написано, что поправки вступают в силу лишь после одобрения на голосовании. Я вчера такую купил. Вот она. Вот она. И прямо вот тут, прямо здесь написано, что поправки вступают в силу лишь после одобрения в ходе общероссийского голосования. Именно такие Конституции сейчас продаются в магазинах. Парадокс ситуации в том, что многие из нас, и в частности Алексей, верят во власть больше, чем она сама верит в себя. Вся спешка, все нелепые шаги по срочному снятию карантина, неприкрытый подкуп избирателей, призыв голосовать за медицину детей, предков и котиков вместо Путина, явное давление на зависимый электорат. Все это говорит, нам бы день простоять, да ночь продержаться, провести хоть как-то, получить хоть какой-то результат, перекреститься и забыть. Уже не дарюшечек, уже хоть как-нибудь бы. То, что годы и масса медийных ресурсов инвестированы в репутацию ЦИК, в пусть формальную, но прозрачность процедур, взаимодействие с наблюдателями, в демонстрацию каких-то приличий, это вопрос уже девятнадцатый. Когда не до жиру, быть бы живы, можно сжечь все, все инвестиции похоронить в один день. Многие же с нашего фланга, прямо своими глазами вот это все наблюдая, убедили себя и убеждают своей аудитории, что власти в этот раз сильны как никогда, что мы рассчитываем на 10-15% протестного электората. Таким образом, самый главный оппозиционер сегодня, который реально отдает себе обчет в характере момента и в происходящем, это прямо Элла Панфилова, которая очень боится того, что голосование пойдет по какой-то нормальной процедуре и за ним кто-то сможет наблюдать. Понятно, что это шутка, но тем не менее. По поводу стратегии наших действий и вопросов, что же мы будем делать, если мы проголосуем, а они украдут, или что же мы будем делать, если мы проголосуем, а ничего не изменится, я хочу процитировать великого канадского хоккеиста Уэйна Грецкий. Вы промажете в 100% случаях, когда не бросите поворотом. Если мы не проголосуем, то не нужны будут никакие фальсификации. В урнах будет больше голосов за. А если проголосуем, то может ничего и не произойдет. А может быть что-то изменится. От нас не требуется продать все свое имущество, рисковать свободой. Просто прийти и проголосовать. Конечно же, приняв все меры предосторожности. По возможности, используя удаленное голосование, если оно есть в Москве и в Нижнем Новгороде, можно про надомное голосование подумать. Или надеть респиратор, никого не трогать, держаться от всех подальше на участок, кинуть бюллетень и уйти. Так что в этом моя позиция. И я ее, как мне кажется, смог донести до аудитории на дебатах. Сегодня мы к традиционному контенту перейти не смогли. Хотя был готов отличный ролик. Ну а продолжим на этой неделе. До завтра.